Вчера произошел на Украине референдум о присоединении к России. 96,6% граждан, участвовавших в референдуме, проголосовали за присоединение к России. Какие дальнейшие действия России? Как вы можете прокомментировать? И Украину, самостоятельно. Мы с вами говорим в понедельник, сразу после референдума. Я хочу поздравить всех граждан России, всех жителей Крыма, всех жителей Украины с этим величайшим событием. Произошел принципиальный разворот российской государственной политики после 1991 года. Произошел де-факто, благодаря лидерству Путина. И этот поворот направлен на восстановление суверенитета всего постсоветковского пространства, потерянного в результате поражения в 1991 году. То есть это первый шаг? Это изменились сами принципы. То есть мы перевалили, понимая того или нет, основные люди, но подсознательно многие понимают, через вот этот хребет. То есть дальше динамика событий будет в другую сторону. Она, понятно, можно назвать это и первый шаг, но эта динамика в каком-то смысле носит объективный характер. То есть произошла победа НОДА, вот через эту технологию, потому что победа или движение НОДА могут быть по разным технологиям. Победа НОДА через вот эту технологию, через референдум в Крыму, через желание жителей Крыма воссоединиться с Россией. Но самое важное в этой ситуации именно то, что именно там, в Крыму, сформировалась первая свободная территория. Понятно, что вот в полностью такой высокий статус свободы, как сейчас есть в Крыму, а к свободе относится серьезная замена элит, если вы заметили, в крымском руководстве. Это важный фактор. Она не сможет держать такой накал свободы. Это немножко снизится. Но это отдельно будет разговор. Но образовалась первая свободная территория. То есть впервые суверенная Россия или Русь отвоевала часть территории, которая является свободной территорией. Причем при поддержке национального лидера, то есть Путина Владимира Владимировича. Дальше события обязательно распространятся в целом на всю Российскую Федерацию. Будут реализованы главные принципы НОДА восстановления суверенитета собственной России. То есть вот такой непростой заход. И объясняю почему. Потому что настолько мощная в России пятая колонна, она и на Украине мощная. Но в Украине ее прорвало на территории Крыма. Вот эту пятую колонну. И несмотря на военную интервенцию Соединенных Штатов Америки и их союзников, им не удалось купировать этот прорыв. То есть наоборот их интервенция его ускорила. И вот этот прорыв к суверенитету, он обязательно распространится на Россию. Почему распространится? Потому что удержать сегодня ситуацию без суверенитета никому, в том числе и Путину, не удастся. То есть не получится удержать ситуацию сегодня, когда мы, откровенно говоря, оборвали американский поводок в части Крыма, в части внешней политики. Потому что внешняя политика оказалась не предусмотрена Соединенными Штатами, когда они писали Российскую Конституцию в плане возможного купирования президента в этой части. Ну президент, откровенно, там имеет больше полномочий во внешней политике, чем внутри. И вот через эту дырку, в том числе конституционную, удалось пробить в принципе систему блокировки национального курса Российской Федерации. И вот эта дырка теперь задача, этот поток его размыть до уровня внутренней политики страны. А внутри политики страны вопрос будет ключевой один. Тактический вопрос это пробивка пятой колонны, которая абсолютно тотальна. А стратегический вопрос это изменение принципов экономического устройства. Потому что сегодняшние принципы колониально-вассально данные, то есть выплата даний и отсутствие национальных экономических механизмов, мы есть производная американской специализированной колониальной политики на территории России, не позволяет удержать сегодняшнюю ситуацию с Крымом, геополитическую, и не позволяет решить вопросы той высокой суверенной планки, которую Путин заложил в ситуации, когда Крым был поддержан. Понимаете, да? То есть он поднял такую планку, которую колониальная экономика не удержит. То есть они будут загонять рубль в тупик. Они будут просто откровенно, как в свое время были такие слова, они же не случайно были, у нас их огульно обвиняют, как саботаж. Как этот саботаж будет 100% он наблюдается и будет разворачиваться через пятую колонну в экономическом блоке правительства, Центральной банки и так далее. Эту проблему придется решать. То есть сказав А, придется... В более жестком варианте просто, да? Нет, придется просто изменять принципы этой работы. А принципы этой работы – это вычищать пятую колонну. То есть сегодня это не просто пятая колонна, а сегодня это уже откровенные диверсанты. То есть это сегодня откровенные саботажники, задача которых ударить в спину Россию в период, когда она решает геополитические проблемы борьбы с иностранным интервентом. Вот о чем речь. И в том числе это проявляется через политику Центрального банка, через политику правительства. То есть эти механизмы, они на самом деле очень сильны и тотальны. Но если Россия набралась смелости, чтобы сбросить внешнее управление в области внешней политики, и уже все, что может быть уже произошло в плане того, что злости американской митрополии, то дальше уже ничего нового произойти не может. Поэтому нам уже бессмысленно с ними поддерживать отношения подчиненности в вопросах экономики. Раньше-то мы их поддерживали, потому что боялись, откровенно говоря. Раз мы теперь их не боимся, значит, надо просто отказаться от их управления в области экономики. Вот и все. Смотрите, Соединенные Штаты, Европа и Англия сказали, что они не признают ни при каких обстоятельствах Крым. Чем это может нам грозить? Это вообще болтовня, не имеющая никакого отношения. Ну, как можно не признать Крым? Ну, не признавайте себя на здоровье. Ничем. Вот в плане системы ничем. Вот если бы мы признали Крым как независимое государство, а такой вот типа Осетия, там есть определенные вопросы. Это граждане Крыма не имели бы российских паспортов, соответственно, в том числе заграничных, не могли бы выезжать за границу. Ну, блокаду мы бы помогли прорвать, безопасных помогли бы решить. Но вот эта анклавность, она не позволила бы решать вопросы. Ну, Приднестровье, посмотрите. Вот Приднестровье. Де-факто независимое государство, у которого граждане вынуждены все иметь гражданство других стран двойное, чтобы решать свои проблемы. Поэтому нам пришлось идти на включение или возможное включение Крыма в состав России, чтобы защитить жителей Крыма от возможных санкций. Вот для чего это было сделано. А включим ли они и побоятся правительство? Обязательно будет борьба. Посмотрите, что произошло с этой федерацией, когда принимался ручной путинский закон, постановление, вернее, о разрешении использовать войска для защиты русских за границей. Нет, там единогласно. Ага, только корм с трудом набрали. Вот здесь будет та же история. То есть те, кто не хотел голосовать «за», просто взяли и не пришли? Конечно. Не пришли, сказали с больными, потому что Путина что же боятся? Та же история будет в Думе. Вы удивитесь. Все резко заболеют? Ну, что будут. В Думе немножко другая ситуация, связанная с карточками для голосования. Тут можно доверенности написать. То есть сложнее отвертеться от обязанностей. Но вот если вы сейчас походите по Думе, просто в лифтах, для депутатов реальная проблема – боязнь Америки в контексте этого голосования. А когда оно будет? Не знаю. Чем быстрее, тем лучше. Вот завтра будет послание президента. Я думаю, что это начало принципиального поворота политики Российской Федерации. Кстати, расскажите, нигде нет в интернете об этом послании. Что это за послание президента? Ну, оно, скажем так, срочное. Резко выскочило какое-то. Ну, оно, во-первых, срочное. Формат срочного послания вообще впервые за 20 лет используется. То есть вы уже можете понимать, что это очень серьезное направление движения страны. То есть президент фактически… Я же не знаю, что там президент не показывает, что он пишет в послании. Но сам формат послания и события, вокруг которых они происходят, означает только одно. На этом послании будет объявлено, может быть, с какими-то оговорками, как президент делает, объявлено о том, что Российская Федерация более не считает себе обязанным выполнять акт о заговорочной капитуляции Советского Союза и России, следовательно, 91-го года. И, соответственно, не считает себя обязанным платить дань Соединенных Штатам Америки. Так, подождите, 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 подождите. То есть он в послании может сказать о том, что белорусские соглашения… Белорусские соглашения – это миф, это просто сказка. Решение о капитуляции принималось незаконно, и Путин не случайно упомянул это слово, вот в интернете проходило, незаконно в результате государственного переворота. Именно поэтому мы продолжаем настаивать на возбуждении уголовного дела по событиям госпереворота 91-го года. То есть это был такой же госпереворот, как сейчас на Украине, по сути своей. Только еще вместо одного правительства было создано 15, в том числе и правительство Ельцина. То есть само по себе это был незаконный государственный переворот, приведший к незаконным последствиям оккупации, в том числе территории Советского Союза. Я еще раз говорю, не знаю, что Путин эти слова произнесет, но он, я думаю, на этом послании развернет всю логику дальнейшего движения нашего государства. Посыл может быть такой. Да, посыл, да, в эту сторону. Это первый момент. Второй момент. Отмена акта о капитуляции, предусматривающей целый набор обязательств Российской Федерации. В том числе, как это может быть, сейчас некоторые удивятся, например, решения, связанные репарациями, контрибуциями, аннексиями. Понимаете, да? Это международные термины, заложенные в акте о капитуляции, что СССР берет на себя обязательства по репарациям, контрибуциями и аннексиями. К числу контрибуции и репараций относится в том числе и приватизация, чтобы было понятно. Это не значит, что процесс реприватизации будет запущен, но это тоже относится к этому характеру обязательств передать победителю наше предприятие, крупнейший бизнес, заводы, фабрики и так далее. То, что произвели 23 года. Конечно. Это этот момент. Второй момент, который относится к акту о капитуляции, это обязательство России платить дань и запрет России иметь собственную национальную экономику. То есть мы производная американской экономики в колониального типа. То есть специально для нас придуманы. Это логика, которую Путин обозначил через вопрос диапширизации и через вопрос изменения типа экономики. Соответственно, чтобы было понятно, мы запускаем процесс отказа от своих. в результате поражения, то есть под силой принятых акта о капитуляции, то есть обязательств обслуживать Соединенные Штаты Америки и их союзников, в том числе экономической. Это значит, надо менять принципы формирования рублевого устройства, принципы работы Центрального банка, принципы государственного строительства, а следовательно, нужно менять Конституцию. Так это получается, в Конституции все равно надо менять первую, а потом дальше уже пошел. Ну, я бы так не сказал. То есть это параллельные процессы. То есть на каком-то этапе можно Конституцию, как говорится, не обязательно с нее начать, но эти изменения обязательно упрутся в Конституцию. То есть часть изменений можно запустить. Допустим, изменить принципы функционирования рубля можно, в принципе, без Конституции. На какой-то переходный период. Потом все равно это упрется в Конституцию, придется менять Конституцию. То есть это не есть факторы, что вот Конституция, а потом все остальное, а до Конституции будем курить бамбук, ковырять носу. Это не так. Это параллельные процессы. Но эти процессы, с какой стороны их не начни, все равно приведут к Конституции. Да, все равно вытукаются в Конституцию. То есть мы ожидаем от послания президента именно изменения хода страны в эту сторону. Если что позволит резко усилить экономику Российской Федерации. Вообще у России нет других проблем, кроме колониального статуса. Вообще никаких. То есть Россия самодостаточная страна, явно богаче любой другой страны мира, даже без разговоров. И то, что мы не имеем адекватный статус экономический, политический и личностный, в том числе материальный, это как раз связано с колониально-вассальным статусом Российской Федерации. Отмена этого статуса, то есть восстановление суверенитета, то есть отмена акта о капитуляции, в котором мы признали отсутствие насуверенитета 1991 и 1993 годов, который был закреплен в Конституции, это и есть восстановление и резкий экономический рост Российской Федерации. Просто гигантский. Для этого ничего не нужно. Для этого мы завтра же можем запустить резкий экономический рост. Для этого нужно сделать две вещи. Отказаться от размещения рубля на бирже, то есть путем покупки доллара и евро. То есть отказаться покупать доллар? Нет, не отказаться покупать доллар, а изменить принципы функционирования рубля, привязався к внутренней экономике. А для этого надо резко снизить процентные ставки и запустить национальный инвестиционный процесс. Отказ от доллара отсоединит рубль от доллара, от выплаты данной, и запустит его внутрь страны на работу на национальную экономику. У нас рубль недооценен минимум в два раза, даже сейчас. Это означает, что отказавшись от механизма привязки рубля к доллару, это не значит запрещен обмен, он просто не нужен будет. Пожалуйста, меняйте сколько хотите. Ну а как мы физически можем отказаться от привязки? Снизив процентные ставки. Очень просто. Сегодня весь рубль идет на биржу. И если вы заметили, ЦБ наоборот поднимает процентные ставки, для того, чтобы его загнать на биржу весь, до конца. Снижение процентных ставок, просто объявление, приказ, если хотите, на следующий день рубль пойдет внутрь страны. Он будет связан с национальными инвестициями, то есть он никак не повлияет на инфляцию, наоборот, инфляция будет уходить в нули. Понятно. Но смотрите, Путин никак не может повлиять на Набиулина. Снизить процентные ставки может Набиулина. Смотрите, Путин неправильно вы говорите. Путин никак не может повлиять на США. Но если уж Путин взбунтовался, понимаете, да? Если Россия взбунтовалась с Крымом, то... То ей уже наплевать на все. Вы правы. Вот и все. Если мы взбунтовались в одном месте, дальше возникает цепь событий автоматического характера. Но есть издержки процесса. Знаете, какие? Зачистка пятой колонны, которая будет сейчас... Пострадает ведь люди-то. Будет сейчас просто звереть. Потому что американцы будут их сажать за то, что они недостаточно занимаются диверсионной деятельностью. Рассматривать как дезертиров. Я имею в виду российскую пятую колонну. Они это показали. Не просто имущество. Они показали на Фиртыши. Они будут объявлять о том, что будем вас расстреливать, ребята. Если вы будете в России не выполнять наши приказы, будучи нашими агентами, напоминаю. То есть это американцы рассматривают как дезертирство их агентуры на территории России. Что, собственно, Фиртыши и меняется. То есть они будут требовать свирепости от российской пятой колонны. Не, знаете, борьбы с Путиным, а именно свирепости. И вот эту проблему придется решать. Ну, свирепость сразу будут показывать их целиком. Даже те, кто скрыты. Ну, они и так уже все верны. Это слепой только не видит. Они и так, в принципе-то, они уже на Крыме вскрылись. Они же понимают процесс, но Украине вскрылись. Поэтому свирепость их будет, я бы сказал, что они будут требовать свирепости, и дальше перед пятой колонной будет возникать. Либо они соглашаются с ролью свирепых карателей, которых от них требует США, в том числе в российских СМИ, в российском правительстве и так далее. Либо они переходят на сторону российского национального курса, на сторону Путина. Миметрируют. Ну, я бы так не сказал. Все-таки это неправильный термин. Переходят на сторону национального курса и на сторону Путина. При этом у них есть проблемы их имущества, бизнеса, семьи за рубежом, которые каждый будет из них решать индивидуально. То есть на одной чаше весов заложники, семья за рубежом, имущество за рубежом. Верное слово данное служит США, а на другой стороне, если хотите, родина, в которой они родились, и давление национальных сил, в том числе Путина, на них с требованием определиться в своем выборе. Вот две чаши весов каждый. Ну и соберутся, уют за рубеж. А мне там тоже, ну какую я в тюрьму, что ли? Они же показали американцу. Уедете, не совершив жесткие акты в Российской Федерации карательного характера, там у каждого свои, обрушить рубль, обрушить экономику, вывести людей на улицу, у каждого свой акт, который ему дают. Мы вас посадим в тюрьму, а если что, и расстреляем, как директиров. Вот, ну, посмотрите, вот, там, пятая колонна, да, она переходит на сторону Путина национального курса. Ну так, но предателей нигде не любят, не только в Америке, и в России тем более. Другой вопрос, это вопрос дальнейшего, дальнейшего хода событий. Понятно, что перейдя сюда, они не получают до конца жизни должность или синякор, будут процесс чистки, согласен. Но дальше они, как говорится, будут искупать, как на войне. Отвечать или не отвечать, на это будем решать граждане России через какое-то время, после восстановления суверенитета. Вот, российской истории, по-разному происходили события. Вот, вспомните образцовое национальное освобожденное движение, о котором мы говорим, 1612 года. Что сделали с боярами, пожарский, которые открыли ворота и пригласили иностранных интервьюентов в Кремль. Я вам напоминаю, он их, они предали родину, они пригласили иностранных интервьюентов, то же самое, как сейчас и Верховная Рада на Украине, очень похоже. Но он назвал их заложниками, помните? И на этом основании они потом участвовали в земском соборе и в выборах царя, и даже их партия в значительной мере победила, выборов Романова, а не, допустим, не самого Пожарского. Это процессы более глубокие, я вот о чем говорю, это более глубокие процессы, чем просто революционные наган и стенка, понимаете, да? Более глубокие. И в той конфигурации Пожарский принял такое решение. У него же был выбор. Он мог их объявить предателями и пятой колонной, от закон тогда был военного времени, да еще и, вы же понимаете, какие-то были жесткие времена, он их объявил заложниками. Вот, кстати, та же ситуация Верховной Ради. Верховная Рада сейчас голосует под дубинами и стволами автоматов, их можно при определенной конфигурации динамики событий на Украине, в Киеве, объявить заложниками типа невиноватые и тихо отправить в отставку, а можно объявить предателями и предать суду, понимаете разницу? Вот в России, вы просто от меня требуете детали процесса, которые я пока не знаю, как пойдет динамика, потому что эта динамика более всеобъемлющая. Если хотите, у русского народа есть и великодушие, есть и такие качества, я не призываю его это великодушие проявлять, я просто говорю о том, что в данном случае я говорю о том, что динамика событий может приобрести разный характер и для кого-то, кто-то из пятой колонны будет и прощен за определенное поведение в критической ситуации, я бы это так сказал. Потому что бывает момент, когда за несколько дней можно героическими поступками компенсировать предательство предыдущее. Такое тоже бывает. А вот смотрите, какие дальше действия могут быть на Украине? Россия ведь не остановится на Крыме? Нет, неправильно. Россия на Крыме остановится. Россия вообще, ей не свойственна вообще агрессивная внешняя политика. Это свойственно только англосаксам. Потому что они всю жизнь жили на грабежах и на колониальных империях. Российское государство всегда было оборонительно-защитное. Это его логика. Даже говорят такую... Кстати, вот тогда, помните, вы рассказывали, что в оборонительных войнах Россия увеличила свою территорию. В 10 раз. Да, и тут один товарищ в интернете написал комментарий, что вот теперь мы видим, как Россия расширяла свою территорию. Да, это правда. Крым показал технологию. Но она была и такая же всегда. Потому что она... Вспомните, допустим, Измайел. Четыре раза русские брали Измайел. Пока не сложилась ситуация, когда жители вокруг просто просили Россию их принять, иначе их вырезали бы иностранные захватчики-турки. Поэтому это или Грузия, которая была бы просто уничтожена как нация. У нас бы не было сейчас ни одного грузина. Потому что задача Османской империи была так вырезать турков. Они их и начали вырезать грузин. Они начали их вырезать. И то, что царица Тамара и Грузия вошла в состав России, она сумела сохранить свою жизнь тем самым. Вот на Крыму мы видим абсолютно типичный принцип расширения российской государственности. Защитный. Сейчас получается, что на Украине вот эта якобы легитимная, ну, нерегитимная новая власть, она сейчас начнет зверствовать. Есть противовесы этой позиции. Во-первых, если бы не было России, она бы зверствовала уже давно, без вариантов. Но позиция России, в том числе информация о том, что будут введены войска для защиты в случае массовой резни русских, она, конечно, заставила в Соединенных Штатах Америки отказаться от команды на геноцид. Просто заставила на этом этапе. Но я не думаю, что им удастся удержать боевиков от каких-то выступлений на Украине против русских и от геноцида. Не думаю. Это уже, я говорю, как аналитик. Это создаст на территории Украины условия для, или основания для необходимости защиты людей от просто резни от геноцида, что создаст в том числе и условия для определенных референдумов на территории Украины при определенной политической, не буду говорить, политической процессе, как мы делаем, по вот этим вещам и направлениям. Извиняюсь. Что касается санкций. Завтра все грозит, грозит санкциями. А, значит, статья одна вышла такая, не знаю, насколько она провокационная или нет, что Европа приняла решение ввести санкции против России впервые после окончания Холодной войны. А Россия может ответить на все санкции, она может начать принимать оплату за свои газ, нефть и другие экспортные товары только в золоте. Можем ли мы вообще так начать? То есть тогда и доллар вклады. Зачем доллар? В рублях. А как в рублях, если мы... Так, покупайте на бирже рубли и покупайте наши товары. Нет проблем. Нет. У нас... Это было соглашение с Китаем, например. То есть это отработанное соглашение. А как мы со Штатами можем отказаться от доллара и сказать, ну не со Штатами, а с Европой, покупать рублями? Очень просто. Так сказать, вот мы продаем нефть в рублях. Хотите купить нефть, заключайте соглашение. Мы не знаем такие деньги, как доллар, да? Сейчас, теперь не знаем. Нет, для цели нашей компании мы продаем товары в рублях. Пожалуйста, идите на биржу, меняйте на рубли и на рубли покупайте. А, то есть это можно сделать совершенно спокойно. Ну, с Китаем же сделали. А почему раньше такого не делали с Европой? Потому что нет суверенитета. А сейчас появилась сила? Появилась бунт. То есть Россия сбунтовалась, как колония. Вот юридически Россия сбунтовалась, как колония, через Крым в условиях ситуации с Крымом. И бунт по одному вопросу создает основание и условия для бунта по другим вопросам, в том числе и по колониальным. И возможные санкции ускорят ситуацию. Вот вообще специфика российского развития, это действительно мы обсуждали, это на нас нападают, мы защищаясь, усиливаемся, расширяем свою территорию в том числе. На нас напали, мы усилились, появился Крым. На нас нападут, если еще раз, мы усилимся, появится Донецк, Харьков и так далее. На нас нападут в области экономики. Мы усилимся, отменив оборот доллара для цели поддержания российской экономики, что для нас вообще ничего не ухудшит, а наоборот резко ухудшит экономическую ситуацию. Потому что сегодня мы управляем через этот механизм со стороны США. Как только мы отказываемся от этого управления, естественно, у нас идет гигантский экономический рост. Потому что мы просто богатая страна, объективно. Нет, понятно. А как же все эти товарищи, которых там за рубежом, счета, еще чего-то, они сразу резко все начнут терять? Нет, они не резко начнут терять. Они ничего формально не потеряют. Просто в отношении них произойдет обида их хозяев и со стороны Соединенных Штатов. То есть они начнут через эти счета, через Билмагницкого, через прямой арест, как Фиртыша, требовать от своих агентов в России мобилизации. И закроют им пути отступления на Запад, или в Америку, в Европу, доступ к своим семьям. Как вы говорите, чтобы начали звереть? Да, чтобы они начали здесь звереть. И у них возникнет абсолютно такой же выбор, как был в свое время, ну, допустим, перед офицерами царской армии в 17-м году, ну, условно, там, в 18-м году. Идти в Красную армию военными специалистами или идти в Белое движение, то есть воевать с Российской Федерацией в пятой колонии, то, что называется, до конца, на смерть. А хватит ли у нас сил бороться с зверевшей пятой колонной? Это уже технический вопрос. Это пятая колонна... Это технический вопрос многих интересует, на самом деле? Нет, я понимаю, что он многих интересует, но это уже форма защиты России от иностранной интервенции. Потому что в этом случае пятая колонна становится из просто вредителей пятой колонны. Или, если хотите, управляющие иностранными государствами на территории российской колонии, как у них сейчас статус, а не просто форма управления. Они приходят в категорию пособники интервентам и карателям. А это другая категория. Исторически другая, юридически другая категория. И эта категория создает основание российской системе новой власти. Откровенно говоря, после Крыма и после завтрашнего послания, я надеюсь, в России будет новая власть. Новая власть идеологическая. То есть национально ориентированная. То есть национальный курс берет в России власть после завтрашнего послания, чтобы было понятно. Так вот, позволят новой власти применить по отношению к интервентам, их пособникам, террористам и диверсантам уже законы государственные по отношению к иностранным интервентам. Это не военные законы еще, но это государственные законы. То есть пятая колонна фактически в России будет поставлена вне закона, может быть не жестко для начала, то есть нет военного положения. Но тем не менее поставлены вне законы, в отношении них, например, того же Навального может будет применять уже законные методы воздействия. Сегодня они начальники. Почему нельзя Навального посадить? Потому что он начальник России, потому что он представляет американское оккупационное правительство на территории России. В этом случае он будет вне закона на территории России, и в отношении него можно будет применить меры закона, направленные на защиту российского государства. Но это касается и Ливанова, и чиновников правительства, которые проводят политику пятой колонны и так далее. Понятно. Британские политики говорят, что после Крыма Путин возьмется за Балкан. Насколько вообще правильное это утверждение? Или это они сами себе придумывают? У нас же Сербия хочет войти в состав России. Да нет, вряд ли тут будут вхождения в составы. Я думаю, что по-другому надо смотреть. Вот смотрите, вот как работает геополитическая логика. Сирия, американцы проиграли. Иран, как бы они ни делали хорошую мину при плохой игре, хотят перетащить Иран на свою сторону, против России и так далее. Они в Иране проиграли. Украина, непонятно пока проиграли или выиграли, но не выиграли точно. Потому что они выиграли пока Украину, государственный переворот хунта, но проиграли Крым. Но хунта это временное понятие. Да, но это время должно пройти. Мы должны, понятно. То есть я не могу пока говорить точно о динамике на Украине. Пока еще рано об этом говорить. То есть там непонятно, но точно не выиграли. Но выиграли Крым. Ну Крым часть Украины. то есть точно американцы не выиграли понимаете да не выиграли это все автоматически сказывается на статусе метрополии сша то есть у китайцев у индийцев у юар у бразилии у италии даже у франции у германии возникают вопросы к сша вы действительно хозяин мира начальник мира метрополия или вы не можете удерживать этот статус у вас для этого не хватает политических военных сил и отвечая на этот вопрос пока по разному часть из государств ответит в положительном ключе а если это так тогда у государства говорят а зачем мы тогда вам платим дань или зачем мы вам как например германия подчиняемся являемся вашими вассалами если вы уже не можете удержать власть если вы не можете справиться с москвой и отвечая на этот вопрос тоже по-разному будут ответы они будут растянутого времени но часть государств начнет принимать решение например китай начнет принимать решение о сокращении оборота доллара например также германия начнет часть решений принимать не фарвата ли сша что они уже пытаются сейчас делать аккуратненько меркель там скандал возник со своими сенаторами до периодически то есть мир начнет не идти строем они не не идти американским строем появится разнобоится по ней появится не желать не желающий платить не желающий платить особенно китай это или япония например это автоматически удар по доллару такой силы который означает удар по американской государственности то есть это вопрос национальной безопасности сша потому что американцы потребляют приблизительно в пять раз больше чем производят в материальном выражении потому что они метрополия потому что их кормят другие государства китай россия другие если начинает хотя бы давление в этом то есть короче ну например они смогут собрать не в 5 раз больше чем производит а в 4 раза больше это уже серьезный кризис внутри экономики сша и социальной сферы сша уже что ставят под сомнение общего американскую государственность потому что начнутся проблемы выделение каких-то штатов техаса еще что то это для них вопрос национальной безопасности подчеркиваю то есть понятно что они будут биться за против россии сегодня все силы которые такую на у них есть но проблема в том что у них силы нет то есть история с украины может показать что у них силы нет а если у них нет силы то зачем давать деньги понимаете логику нет это понятно да вот и все не показывают что они сильны они не могут удержать не они пытаются показать нельзя сказать они они просто нет у них не получается почему и разговор что бунт в россии означает стратегический ликвитацию американской империи вопрос в сроках потому что им если не удается подавить бунт в россии которые они сами и вызвали напав на нас карательные операции если мы не удается подавить бунт россии они не удерживают американскую империю если они не удерживают американскую империю значит вся эта свора пираний которые ими же воспитана те же англосаксы сами набросятся на них чтобы сожрать и поделить между собой американское наследство по поводу вот хотелось уточнить на предмет санкций оон значит не не санкция как называется вынесла вердикт оон вынесла а что он там вынесли ничего не вынесли нет они вынесли про американские а проект который был да да россия потому что проект базируется на на ложных на ложной информации на ложных основаниях то есть то что было записано в проекте было вранье как обычно ну как час это было вранье соответственно это было основание для лета россия то есть если в основе документа лежит обман то есть недостоверный нет не недостоверная а ложная информация потому что она абсолютно доказано что ложная информация естественный документ который на ней построен он является неправильным получается что вся европа сейчас лежит под штатами по поводу решения украины конечно не вся система завязан украины еще раз говорю бунт путина это бунт против американской империи это так во всем мире и понимается в моем понимании тогда сейчас получается турция сильнее всей европы что ли почему на турции не пускает американские корабли и сказал об этом китай а знаете почему не пускает а потому что я не полегала а знаете почему а что почему вы считаете что европа легла либо европа нас а не ватния они пока еще на слова подождите а вот турции не пускают по одной простой причине потому что в прошлом году американцы защищая свою свою империю они пытались скинуть эрдогана помните да устраивали такую же революцию военный переворот пытались устраивать помните эрдоган посадил 150 офицеров только помню уже идиоты что ли они то что они члены на то это не значит что они идиоты естественно турки они не могут сопротивляться американцам в том числе их научил исторический опыт они не готовы тащить на себе миссию как россия мирового лидера сопротивления но естественно эрдогану явно не понравилось что его пытаются заменить американцы на кого-то другого допустим системе своего наторского мира неважно и поэтому это миссия тогда на американцам час рассматривать это как так вот именно таким образом плюс эрдоган носит себе историческую османскую логику османской империи которая с россией шесть раз воевал не считая мелких всяких там воин и которая понимает что такое россия и он явно не хочет ссориться с россией ему скорее надо с россией договориться о тылах если мы говорим исторической логике конкуренции нации а тылах по линии грузия крым болгария для того чтобы направить свою экспансию в другую сторону сторону слабой на сегодняшний на сегодняшний день арабской арабском побережье среди земного моря давайте вернемся к крыму как вы думаете будут ли в крыму сейчас они как не независимо до провозгласились будет ли в крыму организовываться какие-то определенные например теракты и еще как тот компрометировать российские военнослужащикам прокомпрометироваться будут какие-то вещи будут происходить именно в крыму здесь на самом крае будет обязательно потому что на сегодняшний день для американцев вариант только один мало того как бы мы канализе энергию интервентов как бы сосредоточили на перекопе потому что обещая вести войска если начнут резню русского населения на всей украине том числе там харькове донецке и так далее мы действительно испугали потому что они поняли что раз путин сбунтовался с крымом он же явно не обратить внимание на позицию сша если сша будут запрещать ему защищать например случай резни русских харьков и поэтому для них как бы энергия вся сосредоточилась на крым это это правда но в крыму есть готовы их принять там есть армия там подготовлены вооруженные силы там есть российская военно-морская база то есть российское военное прикрытие это еще до вступления крым ради состав россии а после вступления это прикрытие связанные с ядерным оружием по во и так далее а как начать и вы правы потому что насколько я знаю сейчас раскупаются билеты на поезда то есть хунта готовит отправить готовится отправить в крым большое количество большое количество боевиков мало что сел мира мало того очень много сообщений идет из материковой украины то что местные фабрики какие-то пошивочные в срочном порядке шьет российскую форму ну понятно готовят интервенцию это поднял от имени российских якобы но это ясно что будут провокации на их же стороне сми поэтому сми нужны картинки картинки это вот вот эти провокации и получается что благодаря этим провокациям путин может дальше продвигать войска нет ну как вот будут провоцировать в харькове да вот провоцировать донецке не будем вот если будут провоцировать в харькове в донецке и если эта провокация приведет не просто провокация приведет к массовой смерти людей то есть геноциду вот только тогда ну а как сейчас вот смотрите они сейчас арестовывают всех народных губернаторов вы просто тупо берут арестовывают народа гузердают куз лагеря резная да на люди значит вот я знаю нескольких из луганска да кто уже ушли в подполье хотят значит ну работают в подполье вот потому что на них уже объявлена охота реально если даже на нас на московских объявлено если на андрея коваленко объявлено 12 тысяч за его голову это председатель партии национальный курс я за то что он сказал за то что он делал нет он же боится он же дерется за россию объявлено 12 тысяч долларов и постоянной угрозой создана специальная группа в россии по его по воздействию на него физического характера то понятно что это касается огромного количества людей это система американская система суда сейчас американцы вкачивать деньги они пошлет вот в эту сторону то есть это обыкновенная нерегулярная война и нерегулярная война и нерегулярная агрессия не агрессии нерегулярными частями за счет вообще обратили меня его на другую сторону посмотрите обратили внимание какие усилие руковозникли последние несколько недель победы просто реальные победы они отбивают один за другим город освобождали дилем анахи обили один город второй город. Вы не задумывались, почему это? Нет. Да очень просто. Пока еще. В Сирии воюет американская 100-тысячная армия вторжения. Там общее количество боевиков где-то 200 тысяч. Так вот, победы связаны с тем, что значительная часть подразделений, особенно спецподразделений США на территории Сирии, переброшены на Украину. Они же не просто так переброшены. То есть они бы сняли их с сирийского фронта, ослабив сирийский фронт американцев. И у Сирии начались победы одна за другой, у Асада. Но эти боевики сняты и находятся в Киеве. Они не в отпуск их отправили. И это большая армия, объем которой до 100 тысяч человек. И мы ожидаем эту армию. Они как раз там рассказывают сейчас, что обучают на Западной Украине. Естественно. Они будут сейчас оденутся в украинскую военную форму. Это все, скорее всего, будет. То есть американцы вторглись на Украину не для того, чтобы установить украинский режим хунты. Они вторглись на Украину. И, кстати, у Яценюка же был вариант взять власть легитимно, причем с огромными полномочиями через изменения Конституции. Американцы же запретили ему это делать. Для чего они это сделали? Потому что им не нужна легитимная власть на Украине. Им нужна военная власть на Украине, которая может пользоваться военными методами. Потому что легитимная власть, даже проамериканская, от военной отличается тем, что легитимная власть не может пользоваться методом геноцида, например. А военная хунта может. Вспомните Пиночета, например. Тоже при поддержке американцев, пришедшего в власть. То есть они запустили механизм, связанный с подготовкой массового убийства людей. и концлагеря, куда свозят сейчас людей, которые борются, участники национально-освободительного движения Украины, которые борются с интервенцией. То же самое это механизмы подготовки для военной технологии решения проблемы России, прежде всего. Понятно. Спасибо. Спасибо вам.